В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Этот день, когда завершилась, закончилась война в Афганистане. Мы уходим. Накануне 30-летия вывода советских войск из Афганистана ветераны и матери погибших солдат встретились с главой Анапы. К этим традициям мы относим как мужество, самоотверженность, взаимовыручку. 370 лет со дня образования. Накануне профессионального праздника среди пожарных частей Кубани пройдет эстафета. Вели ряд упражнений, которые ранее не отрабатывались. Молодая смена. Воспитанники казачьих классов двух анапских школ устроили соревнования и выбрали сильнейших. Сегодня для пешеходов открыли обновленный мост из Анапы. Можно сказать, что теперь на курорте появилось фактически новое сооружение. От старого перехода мало что осталось. Его, напомню, демонтировали во время недавнего паводка. Одним из первых по мосту прошелся глава Анапы, а с ним и наша съемочная группа. Один из первых, кто прошелся по новому мосту, глава Анапы. Именно Юрию Полякову принадлежит идея его реконструкции. Вернее сказать, строительство фактически нового. Сотрудники предприятия объединения курортных услуг установили здесь ограждения, винтажные фонари и арки. Заменили доски, внастили и укрепили конструкцию в целом. Молодцы, я хочу сказать, что по сравнению с тем мостиком, который был сегодня, мостик выглядит очень хорошо. И у меня еще просьба такая, мы поставили новые фонари, чего угодно, да, и вы поставили арку. Давайте на арках еще дадим подсветку. На минувшей неделе водолазы провели большую работу по расчистке дна реки. Из-под моста достали более трех тонн мусора. В основном это обломки бетонных плит и металлические трубы. Новый облик пешеходного моста уже оценили жители Анапы. В этом сезоне он имеет все шансы стать одной из главных достопримечательностей курорта. Будет приятно нашим отдыхающим, да, и которые неоднократно приезжают в Анапу, будут уязвлены такой же. Ну и прежде всего новчанам, конечно. Удобно, красиво, и фонари, в общем-то оригинальные. Самое главное, что это все сделано со вкусом и красиво. Во-первых, не проваливаешься. Раньше идешь и прямо ходуном ходят доски. Во-вторых, хорошее ограждение поставили. Фонарики красивые. В общем, украшается Анапа, это радостно. Остался небольшой объем работ по покраске моста. Его покрыли грунтовкой. Технологически наносить краску пока нельзя. Низкая температура. Когда позволит погода, пешеходный мост полностью покрасят. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа.регион. Совсем скоро в эту пятницу мы отметим 30-летие вывода советских войск из демократической республики Афганистан. Накануне ветераны этой войны матери погибших солдат побывали на личном приеме у главы Анапы. Подробности в нашем материале. Вот я общался с многими. Знаю, как это тяжело. Есть погибшие. Уже прошло столько лет. Но мы сегодня говорим о тех живых, которые вы остались, вы есть. За ту патриотическую работу, которую вы ведете среди молодежи. Война в Афганистане длилась почти 10 лет. Интернациональный долг здесь исполнили более 600 тысяч советских солдат, среди которых были и анапчане. 12 из них не вернулись домой. Сейчас в городе-курорте действуют три организации, в которые входят более 140 ветеранов. Для них 30-летие вывода войск из Афганистана – значимый праздник. Как день победы для фронтовиков, точно так же у нас такое же отношение к этому. То есть этот день, когда завершилась, закончилась война в Афганистане. Она была тоже кровопролитная. Надо сказать, что вот афганцы войны – это последние войны, которые награждались орденами и медалями времен Великой Отечественной войны. Самое главное то, что те условия, в которых мы находились, это действительно была война. Война с ее жертвами, трагедиями, с высокими подвигами. Это, наверное, было еще и люди, которые там находились. Это взаимовыручка, взаимопомощь. Любой готов был за тобой пойти в огонь и в воду, поделиться последним глотком воды. Вот это все, наверное, и называется таким обычным, емким словом мужская боевая дружба, которую, наверное, мы и пронесли через все эти годы. Сейчас в сквере боевой славы прошла реконструкция мемориальных плит с именами анапчан-героев. Их подняли на метр от земли и установили на гранитные постаменты. Я говорю, слушайте, давайте их заменим. Давайте приведем их в нормальное состояние. И вот мы их озаменили, и мы постепенно будем идти весь сквер в порядок там, приводить. Сейчас вот, допустим, входные вот эти пики, которые стоят, ну, я не знаю, давайте с вами посоветуемся. Я хочу их обложить таким же мрамором, как и вот из чего сделаны апостаменты героям. В Анапе проводится серьезная военно-патриотическая работа. В селе Супсех построен сквер воинской славы. На Симферопольском шоссе открыли парк военной техники. Скоро экспозиция пополнится вертолетами. В этом году удалось реконструировать и памятник воину-афганцу. Постаменты скальной породы начало сыпаться. Основание заменили гранитом. Ветераны поблагодарили Юрия Полякова и попросили его помочь в организации подсветки памятника. Глава она, по идее, поддержал и дал поручение реализовать ее в ближайшее время. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анап Регион. Символ несгибаемого мужества. Урок воинской славы собрал новских школьников в центральной библиотеке. Ветераны-афганцы вспоминали события этих лет, которые, пожалуй, никогда не потеряют своей значимости. Весь такой загорелый, вид на сотых от жаркого юга. Воспоминания ветеранов Афганистана. Сегодня они рассказывают о событиях 30-летней давности школьникам. Тогда, в феврале 89-го года, во время вывода войск советских солдат встречали тысячи людей. Местные жители, родственники, журналисты. Жители Кушки, самой южной части России, вручали мужчинам арбузы. Это было в месте, где кончается география и где температуру летом зашкаливает за 40. Те, кто прошел школу Афганистана, они помнят и знают о том, что не будь этой войны, наркотики пришли бы в нашу страну гораздо раньше. Сейчас 80 тонн героина поставляет Афганистан в разные страны мира. Это миллионы доз могли бы получить в том числе и наши россияне. Поэтому то, что 10 лет наши войска пробыли в Афганистане, 10 лет задержали лавину наркотиков через афганскую границу. И тем самым вот эта вот беда позже пришла в нашу страну. На встречу с учащимися 10-го класса 6-й городской школы Анапы пришли ветераны-афганцы, представители творческого общества «Путь к успеху». Гости познакомили ребят с историческими фактами тех событий. Кроме военной, наша страна оказывала продовольственную помощь Афганистану, лечила раненых, помогала восстанавливать страну. Лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, певица Надежда Струнка, чей дядя не вернулся с этой войны, исполнила песни для того, кто прошел огненные дороги Афгана. Ребята заинтересованы, слушали. Ребята заинтересованы, могли и, видимо, вернувшись домой, покопаются в своих альбомах, найдут фотографии, письма своих дедов, которые участвовали в Афганской войне. Мы видим очень много молодежи, и у них глаза действительно горят. И наш, будем так говорить, долг ветеранов рассказать о тех днях, которые происходили 30 лет назад. Я благодарен именно сотрудникам этой библиотеки, которые действительно творческие люди. Обязуюсь всегда приходить сюда и рассказывать о том, что это было. Библиотекари познакомили ребят с выставкой «Не смолкнет слава тех военных лет», на которой представлены лучшие книги военной тематики из фонда Центральной библиотеки. Книги об Афгане написаны на русском и английском языках. Память солдат, погибших в Афганской войне, собравшиеся почти ли минуты молчания. Анна Жукова, Анапа. Регион. В апреле российские пожарные будут отмечать свой профессиональный праздник. В этом году у службы юбилей – 370 лет со дня образования. В честь этого события по всем частям Кубани пройдет своеобразная эстафета. Передавать будут стилизованный пожарный ствол. Об истории возникновения новой традиции Анна Жукова. В честь 370-летия пожарной охраны Анапские пожарные передают коллегам необычную эстафетную палочку. Перед нами пожарный ствол – символ мужества и защиты ближнего. Вернее, это реплика – копия настоящего ствола, который был создан в начале 20 века из бронзы и меди и хранится в городе Краснодаре. Копия облегченная. Состоит из дюралюминия с электрофорестным покрытием для защиты от коррозии и ультрафиолетового излучения. Работу выполнили в городе Кропоткине. Идея сделать палочку в форме жезла принадлежит одному из руководителей краевого управления МЧС Константину Ротиани. В качестве эстафетной палочки определен пожарный ствол, который символизирует собой традиции пожарной охраны, передаваемой из поколения в поколение. К этим традициям мы относим как мужество, самоотверженность, взаимовыручку, спасание людей, имущество, оказание помощи населением в трудную и опасную минуту. Мы обязаны продолжать эти традиции, передавать их подрастающему поколению пожарных и спасателей. Уже завтра эту эстафетную палочку, это символ мужества пожарных, мы передаем в 15-й отряд Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю, город Ставец на Кубани. Сегодня передаем в Тимрюкский пожарно-спасательный гарнизон. Он пройдет все гарнизоны пожарной охраны нашего края и окончательно его будет возвращение в Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. Всего Жезл посетит 44 гарнизона до 30 апреля, когда в каждой пожарной части пройдут праздничные мероприятия. Пожарная охрана – первая служба, которая получила в России официальный статус. Ее история началась в 1669 году. Указом царя были сформулированы правила противопожарной службы. И если у первых дозорных в распоряжении была телега с бочками с водой, запряженная лошадью, то современные пожарные подразделения имеют новейшее оборудование и технику. Сейчас Российская противопожарная служба – это особое подразделение в составе МЧС. МЧС – в России славные герои. МЧС – мы каждый день на поле боя. Участие в церемонии передачи Жезлы приняли действующие сотрудники и ветераны пожарной службы и школьники. В завершение – общая фотография в память об этом дне. Анна Жукова, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Как пользоваться противогазом и автоматом Калашникова, эти воспитанники казачьих классов знают не понаслышке. Накануне прошли соревнования в рамках месячника оборонно-массовой работы между учениками 6-й и 5-й анапских школ. Забегая вперед, скажу, что победила дружба и взаимовыручка, как и должно быть всегда. Казак – воин, защитник южных границ России от набегов кочевников, турок, крымских татар. Историк Сухоруков отмечал, что они имеют сложение тела твердое, крепкое и здоровое. Росту достигают большого, обладают мощными физическими силами, в движениях проворны и легки. Современные казачаты из 5-6-й школ Анапы ростом пока не вышли. Однако крепость духа демонстрируют, как у старших казачьих наставников. Ввели новые этапы стафеты, так называемое одевание атамана было. Это одно из новых мероприятий. И также ввели ряд упражнений, которые ранее не отрабатывались. Участие в состязаниях принимали и девочки, порой обгоняя мальчишек-сверстников с автоматом наперевес и неизменными косичками. Образ казачки воспет в литературе. Попав в плен, они не сдавались и бежали при первой возможности. Носили патроны на передовую. Про таких, как Полина, говорят, коня наскоку остановит, в горящую избу войдет. Мне понравилось перетягивание каната, одевать казака, потому что мой папа казак, моя сестра казачка и у меня еще крестный казак. Юноши проявили ловкость и изобретательность во время бега с вещмешком, с носилками, чтобы помочь раненому товарищу. Экипировка казака нелегка. Это маск-халат, каска, противогаз, тяжелые кожаные берцы. Кувырки я делаю себе и бросаюсь в кольцо тоже. Перетягивание каната, потому что это мне дается легко. И носилки, потому что это тоже дается мне легко. Нашлось место и для раздольной казачьей песни. Импровизированный концерт устроили прямо в спортзале. По итогам лучшие получили грамоты от атаманов Анапского казачьего городского, Алексеевского хуторского казачьего общества и общества Юго-Западный округ. Организаторы соревнований отметили, что казачата бегали с азартом. Удовольствие, а это дорогого стоит. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова